МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заседание клуба «Библиотекарь». Утренник в ДДТ для особенных детей. На территории города Десногорска проводились профилактические мероприятия. Итоги профилактического мероприятия «Пешеход». Вот представьте, вот сколько в вашем дворе машин. Последнее заседание административной комиссии. А теперь об этих и других событиях подробнее. Смоленщина получит больше 9,5 миллионов рублей на выплату подъемных сельским врачам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. В правительстве считают, что эта мера поддержки позволит привлечь на село около 5000 врачей. По состоянию на 26 декабря шесть предприятий Смоленщины задолжали заработную плату почти девяти сотням работников. Задолженность на градообразующих и системообразующих предприятиях, расположенных на территории области, отсутствует. По поручению губернатора Алексея Островского организована горячая линия для оперативного выявления задолженности. Библиотекари Десногорска подвели итоги года российского кино. В 2016 году у библиотек появилась дополнительная возможность для привлечения читателей. Фактически год кино продолжил цикл мероприятий года литературы. О его итогах и о том, как прошло заседание клуба «Библиотекарь» расскажем в нашем сюжете. В читальном зале Центральной библиотеки собрались все библиотекари нашего города. Вот уже 20 лет в Десногорске функционирует клуб «Библиотекарь». Наш город единственный в области, где сохранилось это профессиональное сообщество. И все эти годы наши библиотеки работают, добиваясь высоких показателей. И этот год оказался точно таким же. Целый год мы доказывали, что мы не зря пушим государственный хлеб, что не зря нам государство платит, пусть небольшие, но зарплаты, и что мы востребуем на население. Итоговый доклад сделала библиотекарь Раиса Волчкова. Она рассказала об огромном количестве мероприятий, проведенных за год, большинство из которых были посвящены Году российского кино. А все это делается для того, чтобы читатель, придя в библиотеку в любое время, смог найти ответы на интересующие вопросы. Будет ли это хорошая выбранная книга? Будет ли это мероприятие, на которое мы всегда с удовольствием приглашаем наших гесногорцев? Может быть, это будут журналы? Может быть, он сделает заказ на какую-то книгу, и ему ее подберут? Все, что мы делаем, это для того, чтобы у нас было побольше читателей. Вот с таким настроем библиотекари заканчивают еще один календарный год и с огромным желанием встречать своих дорогих читателей устремляются в наступающий. Закончилось заседание клуба просмотром видеофильма с книжных страниц на большой экран, который рассказывает об экранизации знаменитых литературных произведений. Национальный конгресс Смоленской области подвел итоги года. В его составе 23 общественные организации, и теперь добавилась 24-я дагестанская. Уникальный опыт Смоленского нацконгресса был высоко оценен не только в ЦФО, но и по всей России. В Смоленске прошли первые зимние военно-тактические игры. Легендарная «Зорница» на новый лад. Их участниками стали представители движения «Юнармия», а также студенты и школьники. Задача – сделать эти игры постоянными и проводить их в каждом муниципальном образовании. А в Доме творчества нашего города организовали и провели новогодний утренник для особенных детей. Подробности в нашем сюжете. Это радостное событие не только для детей, но и их родителей. На традиционный новогодний праздник приходили целыми семьями, и все веселились от души. Организаторы постарались, ведь эта особая категория детей требует особого внимания. Веселые конкурсы, эстафеты, хороводы и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Особенные детки подготовили сюрприз для всех гостей утренника. Их дебют оказался удачным и заслужил громкие аплодисменты. На празднике присутствовали и почетные гости. Специально в наш город приехал председатель Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов Геннадий Печкарев. Я знаю, в Десногорске проходит очень много мероприятий. Здесь создана обстановка доброжелательности, милосердного отношения. Но чтобы вот это милосердие сохранилось в Новом году, сохранились добрые и хорошие отношения между людьми, и чтобы все понимали, что мы друг без друга не можем. И нам вместе легче преодолевать любые трудности. Я просто прошу и поддержки таких детей, и поддержки инвалидов в целом. Надеемся, что этот волшебный новогодний праздник надолго оставит в душах наших особенных детей самые приятные впечатления и надолго поднимет настроение. Юного героя из Смоленска 8-летнего Даниила Бахарева пригласили в Кремль на концерт, посвященный Дню Спасателя. В мае мальчик спас тонущего трехлетнего малыша. А в начале ноября в Совете Федерации Даниила наградили медалью «Россоюз спаса» за мужество в спасении. В нашей области с 26 по 30 декабря проходит профилактическое мероприятие «Новогодние перевозки». Направлено оно на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок. В полиции напоминают, что патрульный автомобиль ГИБДД сопровождает только колонну из трех и более автобусов с детьми. В подавляющем же большинстве автобусы с детьми на предновогодние экскурсии едут самостоятельно. И вот здесь контроль должен быть усиленный. С 19 по 25 декабря в Десногорске проходило профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение аварийности с участием пешеходов. Итоги мероприятия в нашем сюжете. Инспекторы ДПС выявляли водителей, которые не уступали дорогу пешеходам. И пешеходов, которые, в свою очередь, довольно часто игнорируют правила перехода проезжей части. В отношении нарушителей составлялись протоколы об административных правонарушениях и проводились профилактические беседы. «В ходе этой операции ДТП с участием пешеходов не допущено. Привлечено к административной ответственности 13 пешеходов и 3 водителя, не предоставивших преимущества в движении пешеходов». Автоинспекторы напоминали пешеходам об обязательном использовании в тёмное время суток светоотражающих элементов, а водителям о необходимости быть внимательными вблизи населённых пунктов и в местах, где велика вероятность появления на дорогах пешеходов. А с 26 декабря по 8 января сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Новогодние каникулы». Акция направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Также автоинспекторы будут выявлять водителей, перевозящих детей без специальных удерживающих устройств. Комиссия, в обязанности которой входит определение степени виновности нарушителя областного административного законодательства, подвела итоги работы за год. Последнее в этом году заседание административной комиссии состоялось 27 декабря. На рассмотрение было представлено три протокола. Из них два – за неправильно припаркованные автомобили. А это статья 17.4 областного законодательства нарушения благоустройства. Обоим нарушителям после беседы был вынесен минимальный штраф в 3000 рублей. За нарушение тишины и спокойствия – статья 27. Одна меломанка после профилактической беседы обошлась предупреждением. Завершилось заседание подведением итогов работы за год. У нас было проведено 22 заседания административных комиссий. На этих заседаниях рассмотрено 417 материалов. Вынесено постановление 417. Из них в виде штрафа – 303 постановления. Штрафы, значит, у нас наложены в сумме 833 тысячи рублей. Взыскано в этом году 361 тысяча рублей. В основном в этом году десногорцы и гости города больше всего нарушали статьи 17.4 благоустройства, и 27-ю нарушение тишины в ночное время. Также председатель комиссии Вера Евсюкова сообщила, что 19 декабря главой города было рассмотрено постановление о новом составе комиссии, которая продолжит работу в 2017 и 2018 годах. Смоленский пик заболеваемости гриппом – так считают в областном управлении Роспотребнадзора. Если в прошлом году превалировал вирус гриппа, который в народе называли «свиным», то в этом году в трети случаев грипп определяется как гонконгский. Вирус уже захватил всю Центральную Россию и Калининградскую область. Наша область вошла в первую двадцатку регионов по уровню спортивного развития. Необычный рейтинг впервые составило авторитетное федеральное издание «Советский спорт». Мы заняли 18 место. А лидерами общероссийского рейтинга стали «Татарстан» и «Санкт-Петербург». И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.difis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok